Добро пожаловать на мой канал! Спасибо и приятного просмотра! На удивление с украинской фамилией, которые к нему прислушиваются Давайте посмотрим, что Аудио РВ про него расскажет Вообще, вообще, я думал, Аудио РВ соевый И он, в принципе, к Кацам, Альбацам и вот к этим всем относится хорошо Но давайте узнаем Если он не соевый и не украинец, тогда, ну что, респект ему Тогда, может быть, зря я на него гнал Добрый день! Сегодня при спонсорской поддержке заинтересованной личности Будет ролик про иностранного экстремиста, магистра покера А, это просто за деньги И наперстков бизнесмена Никогда не смотрите, кому выгодно никогда Да, это один из самых офигенных тейков Мастера политических дел и профессионального блогера Он же просто Максим Кац Вот с чего нужно начинать! С базы нужно начинать! Родился он 23 декабря 1984 года в Москве Когда ему исполнилось 7 лет, он переехал вместе с семьей в Израиль По его словам, учился он в школе имени политдеятеля Давида Бен Гуриона В интервью 2014 года Короче, все уже хорошо у него Кац утверждал, что опыта военной службы у него не было Цитата Для российской армии я по здоровью не подхожу У меня рост 186, вес 55 А израильская армия желала меня видеть Сейчас я больше вешу, 57 Там нет таких ограничений Можно и без ноги служить Но я был не рад Я в 17 лет уехал Не повезло Потому что там, если ты уроженец другой страны И уехал до 17 В 16 лет 11 месяцев и 30 дней То они не против, что ты уехал А вот если в 17 лет и один день Все, ты уже, по их мнению, уклонист Я уехал Успел Таки проскочил Вот это вот Уехал в 17 лет и 2 месяца Там сложная история В 2004 году я начал процедуру отказа от гражданства У меня, в принципе, тоже было много причин по здоровью Почему меня не взяли в армию В том числе в России имеется в виду А в Израиле меня никто не зовет служить Израильского гражданства и каких-то родственников у меня нет Но я не против по здоровью Но я, честно говоря, может быть, даже сожалею, что так случилось И я думаю, что, может быть, опыт службы в армии Это и хорошее Хороший опыт и важный опыт для любого мужчины Ну, у меня, на самом деле, там и плоскостопие И недостаток веса был на тот момент, когда меня брали в армию Я попал еще на обследование психодиспансер И у меня там еще были проблемы Ну, в целом, отправили желудок исследовать Почему у меня такой маленький вес был на то время Но вот в чем прикол Ну, надо как бы решить, ты с кем вообще, на какой стороне Я как-то прохладно относился к этой истории Сбег самкаца из Израиля из-за угрозы служить в армейке Пока не узнал о том, что друг Толена Вова Намкот Который переехал в Израиль с мамкой в 12 лет Вот он затерпел и таки служил в армии после школы Из трех лет срочки он оттерпел полтора года Он был там на хорошем счету Набирал 97 баллов из 100 по их внутриармейской системе И попал в десантные войска И это при том, что этот чел мамкина корзина Который и ушел из армейки, потому что не вытерпел Три раза сидел на гауптвахте за нарушение Прятался в туалете от сослуживцев Потому что был хиканом с депрессухой А потом у него от нагрузок кровь из пупка начала идти Операцию делать он не захотел И окончательно забил на все И начал тупо сидеть дома прогуливать службу Но мамкина корзина оттерпел полтора года Был там на хорошем счету Прошел КМБ А вот борец с режимом Отец народов, строитель будущего Не смог преодолеть себя, подвергнув себе испытанию И отказался от службы, убежав из страны Ну три до года это прям дофига Хотя даже по рассказам нам кода Ничего страшного в израильской армии не происходило Ну там и условия другие Там ты по-моему ночуешь дома То есть там как бы служба вообще по-другому немного проходит Это как по сути еще три класса школы Даже с таким человеком как он А он сказал, что из армии каждую неделю на пару дней домой можно ходить А если попадешь по распределению как работник базы Водила там инженер, ремонтник и так далее То там просто в армию ходишь как на работку Каждый день из дома Но хватит об армии Максимка видимо голубых кровей Не гоже ему с крестьянами в палатках жить посреди пустыни Различные додики-зектантики Клеветники говорят, что в Израиле На Каце выписано постановление об аресте Как военного преступника Что он якобы обвиняется властями страны По статье уклонения от военной службы И он будет немедленно арестован При попытке въехать на историческую родину В итоге это оказалось вбросом Так как сейчас он тихо, мирно живет в Израиле И про бег свой из армии уже никто не вспоминает Короче говоря Да кстати, почему интересно Ему не заставили дослужить Или что там, что-то типа того Дело замяли Да, у нас сегодня новое пополнение, ребят Их не обижать Относиться к ним как к новеньким И плохого не говорить Пополнение нам пришло В роту разведки Встречать Идем дальше В 2012 году вон ты Правильно говорить не в роту, а во рту В ревью радиостанции «Комсомольская правда» Кац рассказывал, что обучался в трех российских вузах Однако бросал их Не окончив из-за неудовлетворенности к качествам образования Позже Кац, по его словам, ездил к специалистам по городскому планированию в Данию Чтобы брать частные уроки и консультации за свой счет В 2014 году сообщалось, что у Максима Каца есть израильское гражданство Препятствующее участию в выборах в России Однако его представитель это отрицал Позже депутат от Единой России Федоров обратился по этому поводу в ИСК России С требованием завести уголовное дело Однако дело заведено не было Согласно утверждениям Каца, по возвращению в Россию Он начал заниматься бизнесом Опробовал разные сферы деятельности Там же Каца, когда со Стасом общался, вообще говорил, что он не еврей Или что-то такое прозвучало, что он русский Перевод видеопленок в цифровой формат и тому подобное Остановился он на предприятии по согласованию установки торговых автоматов Позже Максим играл в покер в московском казино В 2007 году стал первым чемпионом Артура Керри, приветствую вас, рад вас видеть Спасибо, что заглянули на стрим В 2010 году учредил первый в России бэкинговый фонд Для поддержки игроков в покер Однако различные интернет-сектантики заявляют, что существо по фамилии Каз Спасибо большое, это приятно слушать До того, как пришло в политику и урбанистику Было профессиональным игроком в покер Но прослывался там он тем, что сужал деньги под процент другим игрокам Кровушка-то сыграла, смотрите Неплохо Просто венецианский купец И такой говорит А принесите-ка мне его тело Сколько он весит Я вот сам вырежу Многих наебывал Был самой ненавистной фигурой в профессиональном сообществе Например, некий Террано На форуме по покеру в 2011 году заявил Кац неоднократно заявлял, что занимался мошеннической деятельностью Связанной с гостингом Также у меня есть много информации О его командах От людей, которые проводили у него Ники за 200 долларов Так, ну что-то вообще-то давайте прочитаем Максим Кацан, я заявил, что на него самолёт Тут есть Но не так, как это И сроки здесь неуместны То я прошу всех, кто имеет хоть какую-то информацию О мошеннической деятельности Конкретней О гостинге Что такое гостинг? Мультиаккаунт И создание команд Может быть что-то ещё Отписаться здесь Либо писать мне непосредственно в скайп Все информация Все на конфиденциале Прошу желания на всё, что вы разрешите использовать Я передам В покер-румы Выяснение масштаба мошенничества Так это типа получается Какой-то покер-румы и прочее Это какой-то виртуальный покер он занимался Все информация будет передана В покер-румы появится Будет содействовать расследованию Горусский кац-то наш Получается шулер Информации о его командах От людей, которые проводили у него Ники за 200 долларов Так как это неприкрытое мошенничество И сроки здесь неуместны То я прошу всех, кто имеет какую-либо информацию О мошеннической деятельности кац Конкретней о гостинге Мультиаккаунтинге И создании команд Может быть что-то ещё Отписаться здесь Либо писать мне непосредственно в скайп Давайте посмотрим Я просто ясно Гостинг Гостинг в покере Гостинг это форма мошенничества Которая существует только в онлайн-покере То есть он это онлайн-казино В соответствии с которым Более опытный или умелый игрок Начинает принимать решения За менее квалифицированных игроков В ключевые моменты Ну то есть чувак играет Вначале играет Как любитель Ну такой непрофессионал Потом получается профессионал Смотришь какая у него рука И подсказывает ему Какие решения принимать Агент мысли Отец еврейской демократии Вся информация останется конфиденциальной По вашему желанию Но всё что вы разрешите использовать Я передам в покер-румы Для выяснения масштабов мошенничества Конец цитаты Также В 14-м году Выходило расследование В живом журнале По поводу этой самой прибыльной фирмы Максима Катса Которая помогает развиваться игрокам Цитата Очень жирная тема Я долго её ждал Вы знаете почему в помещении городских проектов Кац никого не впускает со стороны Всё просто В этом же офисе находится так называемый Покерный штаб Из которого вершит зло Та самая загадочная фирма Катса Есть некий покерный штаб Созданный Евгением Получается что Кац почти как этот самый Как злодей из казино рояля Как С ним серебряковым и Максимом Катсом Максим в доле деньгами Состоит в штабной конфе Помещение штаба Находится в одном офисе С городскими проектами Тут стоит сказать Что же такое Эти самые городские проекты Это организация Которую в 2012 году Открыл Кац И его дружок Адуван В рамках проекта Урбанисты добивались Благоустройства районов Москвы Установки лавочек И детских площадок Создать Играют в покер Чтобы лавочки были Упразднение общественных зон Введение платных парковок Упразднение турникетов В транспорте Филиал фонда Открылся в 2014 году В Петербурге А вскоре блогер Инициировал открытие Федеральной сети Городских проектов Более чем В 160 городах страны То есть они реально Работали вместе С С Варламовым Варламов Та-та еще проститутка И вполне себе Можно было у него Типа Негативные статьи По урбанистике Заказать и выпуски Про тот или иной регион Если нужно было Там надавить На того или иного Губера Такая распространенная тема И у них же там была Какая-то фигня Что Кац и Варламов Выступали С очень схожей С очень схожей Еще как-то играл В сериале дрянь С очень схожей студией Чуть ли они живут вместе По состоянию на 23-й год Организация практически Прекратила свое существование Но Вернемся к теме покера В этой фирме Кац и практиковали Так называемую Я кстати очень удивился Узнав что сериал Дрянь Он сделан на основе Стендапа Ну Моноспектакли Грубо говоря Вот этой вот актрисы Она сама все это написала Так-то талантливое получается Не просто типа лицо Талантливое И Самое ироничное В сговоре Приходит команда Целью Которая является Не выигрыш конкретного Человека в команде А игра на всю команду Например За 6-ти местный стол Садится 5 шулеров Из одной команды Потихоньку Проигрывают бабло Друг другу Но это ни на что не влияет Так как карман у них Все равно общий Ждут лоха А когда лох приходит То начинается Самое интересное Каждый шулер Знает все карты Своей команды Находящиеся в игре Это не дает лоху Никаких шансов На выигрыш Так иногда При особо удачных Комбинациях Иногда мелочевку выигрывает Но в итоге Всегда все проиграет Так как он играет Вслепую А шулеры знают Почти все о раскладах На электронных площадках Не нужно даже Привлекать много людей Можно играть Так называемый Мультиаккаунт То есть Ббказ Приветствую вас Нормально Все хорошо Смотрим видео Заказывайте еще видео Прилегайте еще варианты Рад вас видеть Один игрок На нескольких аккаунтах Короче командная игра И мультиаккаунтинг Это две разновидности Шулерства При этом Кац осторожен И сам в игре Участия не принимает Выступает лишь Организатором В общем-то На эту тему Много кто писал В интернетах В те времена Но все эти рассуждения И обвинения Закончились ничем Что как бы Намекает Ты че не делаешь Бабайка Хорошо Хорошо Постараюсь запомнить Это что Поправляйте Я в итоге Через несколько раз Запомню точно Вставай нахуй Прилегу принять Блин тварь Раз нахуй Два Нахуй Ты на коленях Отжимаешься Идиотин Но поговорим О политической деятельности Максима В ходе состояв Уже такая сомнительная Человек Который имеет Такое реноме Который таким занимался Какой из него Выйдет политик И что он вообще Ищет в политике Какая у него Цель В этой политике Вот это вот Жутко И как можно доверять Кацу После вот всей Этой истории Я что-то вообще Не понимаю Не представляю 64 марта 2012 года Голосования На выборах депутатов Муниципального собрания Щукина Кац Который баллотировался От партии Яблоко Занял четвертое место Что обеспечило ему Должность депутата В муниципальном собрании Максим Кац Принял участие В акциях Почему я на вас подписан Как это произошло Без понятия Оспик Это у вас Я не могу подписывать Людей насильно Тесто против Фальсификации выборов И был одним из выступавших На митинге 10 марта Так можно вообще доверять Кого есть аудитория Не ну Есть люди Более-менее Честные Но Блин Человек Который В прошлом Занимался Вообще С камерской Такой деятельностью Как бы Низкой Вот Мне кажется Это вообще кошмар Да Да Если бы Кац Был просто Гэмблером Покеристом То это уже Маркер Что политика Из него Как из говна Конфетка Здравствуйте Жозеф Ну Здесь как бы Не просто Покерист А именно Афера То есть Это именно Развод людей С пользованием Так сказать Дыр Онлайн Казино Оспик Если вы хотите Можете отписаться Либо оставайтесь с нами Может быть у нас не так плохо Моментально стал там знаменит Он совсем молодой человек Ему 27 лет Он предприниматель Его зовут Максим Кац Он устроил Очень неожиданную Избирательную компанию Она принесла ему успех Он выиграл Муниципальные выборы И сегодня он депутат И сегодня он с нами Здравствуйте Вы знаете Тут стоять очень страшно Я первый раз выступаю На подобном мероприятии Ну а где честные И неподкупные С принципами Понятно Что принципов таких нету И все люди продаются Но и Как бы Человек Который в целом Начинал с того Что БУ Был Типа Покерным аферистом Это уже как бы Уже наверное Плохой старт Ведущие ораторы Говорили об очень важных вещах Но все об одном и том же И я хочу поговорить о другом Мне 27 лет Я предприниматель Бывший профессиональный игрок в покер Когда я решил Идти на выборы Блин Я бы не стал бы Своим избирателям говорить Что я профессиональный игрок в покер Это в целом плохо звучит То есть это для пиара Не очень хорошо Все окружающие говорили мне Что это невозможно Этого не может быть Меня никогда не выберут Что средний избиратель Этого не поймет И что если я хочу иметь Хоть какие-то шансы избраться Мне надо поменять прическу Одеть костюм Сменить фамилию И рассказать о том Что я буду повышать пенсии Зарплаты Строить детские сады И школы А желательно вступить в Единую Россию Я пошел такой Какой я есть Написал в своей листовке Все что я думаю Выглядит так себе Я конечно тут ничего не разберу Но Несмысленный орган Что делаю это Потому что это мой первый шаг в политике И меня избрали с хорошим запасом Я обошел и председателя местного ДЭЗа И других людей С очень солидным внешним видом И в костюмах Люди совсем не такие глупые За которых их принимают политтехнологи Которые рассказывают им все эти сказки Про средних избирателей Если у меня получилось Значит может любой из вас тут То что происходит Совсем не так плохо Как вам может Прогнулся Понимаете Как пел другой Израильский Оппозиционер Не стоит Прогибаться Под изменчивый мир И вести смак На первом канале В этом собрании Щукина 8 депутатов от Единой России И 7 независимых депутатов Таких как я Это очень близко Если бы 20 человек С этой площади 20 человек Пошло бы на эти выборы Так же как я Такими какими они есть Не пытаясь сделать что-то Кем они не являются То у нас было бы там большинство И мы могли бы снимать главу правы И делать много всяких хороших вещей Нам Молодым людям Рассказывают всю жизнь В школах В университетах Дома Родители Мне нравится Мне нравится Мне нравится что посыл Чтобы у нас было большинство Для того чтобы снимать главу правы Не для того чтобы какие-то хорошие вещи принимать А вот именно Такая Власть Кого-то снять Кого-то подсидеть Я настолько понимаю Очень странно построить Речь и риторика Будто бы Ну нужно От другого Отталкиваться Кстати По гору Похож на Молодого Макаревича И в чем-то Все-все они похожи На Молодого Макаревича Пенец Душилин Денервис А там Люди либо работябики Шахтеры Либо бандиты Как ни хрюкани Пенец Душилин не шахтер Думайте Дружки, знакомые друзья Что все схвачено и куплено Что ничего не получится Что ничего невозможно сделать Это не так Не слушайте Если у меня получилось Значит может получиться у кого угодно Просто идите и делайте то что вы считаете нужным И то что вы хотите делать Все тогда получится И все изменится Спасибо Ну да Без суфлюра перед глазами он выглядит Думаю Ты готов уже собирать массовую аудиторию Скуфа по политическому признаку Где бы Деньги взял Ты бы где Деньги взял Я не хочу уйти в политику Типа мне Я не знаю Я не хочу уйти в политику Поэтому готов не готов Я Мне это не очень важно Я просто могу высказывать свое мнение И как-то это Анализировать Я вообще по складу ума Аналитик Так что Не знаю Вы хотите сделать из меня политик Не так убедительно Ну да ладно А спонсор данного видео Мой телеграм канал Самые информативные посты И отборная шизофрения Ссылочка В описании После массовых задержаний Вместе с другими политиками Он открыл штаб помощи задержанным Но через пару месяцев Эта организация закрылась Цитата Каца Еще раз напоминаю Это проект Какие-то мелкие скриншоты Который делался не для помощи Оппозиции И не для укуса режима А чтобы остановить запугивание Мирных людей с помощью полиции У нас же тут не Белоруссия Я много раз говорил Что я нейтральный И не оппозиционер И что по-моему Лезть на баррикады Нам время еще не пришло Но когда полиция Стала хватать на улицы Мирных людей То по-моему Время пришло И я пошел делать то Что могу Для того чтобы Повлиять на ситуацию Я пошел играть в покер Конец цитаты Или Я пошел Давать в долг Далее в октябре 2012 года Кац избрался В координационный совет оппозиции Однако в октябре 2013 года Совет фактически прекратил Своё существование Этот аудио РВ напоминает Панишера Только что зашло Чем он напоминает Панишера В 2013 году Кац стал замом Главы избирательного штаба Покойного Навальнера На выборах мэра Москвы В итоге Этой так называемой Компании Кац разосрался За всей тогдашней Элиткой оппозиции В том числе И с самим Олексием Сисяном После этого Спустя 5 лет Навальнер Сисян заявил Максим Кац Жуликоватый Он все время врет Все время лжет В итоге этих срачей Спустя годы Стали известны Причины данного Говносрача Это то что Кац фактически Поссорился Со всей командой Навальнера В конце избирательной Компании 2013 года После ряда конфликтных Инцидентов Конфликта вокруг Агитационных кубов Подходов К возможному Оспариванию Итогов выборов И самое главное Конфликт вокруг Некой Екатерины Патюлиной А вы на ВКГБ Пошли бы Работать? Типа ФСБ Вы имеете ввиду? Или что? Работа в ФСБ Меня никто не приглашал Я Не знаю Меня в целом Все в моей жизни Устраивает Чем я занимаюсь Я Кинематограф люблю Вот Так что Мне не очень интересно Быть Наверное ФСБ И мне интересно Анализом Фильмов Заниматься Который Подбивал Клине Еще один Соротник Навальнера И экстремист Грантаед Леня Волков Потом еще Это Патюлина Стала женой Катса Будет как в кино Жизнь Я Понимаю Что жизнь Немного прозаичнее Это не так Уликательно Я лучше Про всяких Шпионов И спецагентов Посмотрю Фильмы Которые Все это Закручивают И Интересно Рассказывают Чем Сам буду Заниматься Муторной Какой-то Аналитической Деятельностью Сидя где-нибудь В офисе Как Персонаж Жечь После прочтения Малковича В общем-то То есть Надо Все-таки Быть Реалистом Немного Понимать Что в реальности Ты как бы Людей Так Каких Джеймс Бонд Или Борн Их Мало И таких Оперативных Агентов Долго Не живут В общем В этом году Но несмотря ни на что Кац не оставлял Надежд Вкатиться в политику И уже в октябре 13-го года Заявил о готовности Баллотироваться В депутаты Московской Городской думы В 14-м году После трехнедельного сбора 5000 подписей Он был зарегистрирован Кандидатом В 5-м избирательном округе Района Щукино Хорошего Мневники Филевский парк Компания финансировалась Полностью за счет пожертвований Частных лиц Велась при участие Кац объявил Кац объявил о своем намерении Вступить в партию Яблоко Позднее в сентябре 16-го года Был принят в партию На заседании Федерального бюро 1-го декабря 18-го года Избран председателем Местного отделения Яблоко В северо-западном округе Москвы Однако Начиная с 20-го года Он забил хуй На реальную политику И стал заниматься Ютубом на регулярной основе Потому что приносит Больше денег Когда он был Длинноволосым додиком Ему походу Прямо сказали Что с такой амежьей внешкой Ему никто бабла не даст Он подстригся Надел очки И поменял Растянутый бабушкин свитер На дедушкин костюм Все-таки послушал совета Попытался Попытался И такой А люди-то, наверное, дело говорят Успех пришел Со 2-го марта 20-го года До 20-го сентября 24-го Канал вырос с 13 тысяч человек До 2 миллионов 300 тысяч В чем была Суть роликов Поначалу он записывал На тему урбанистики И о начавшейся тогда Эпидемии Далее были Протесты в Беларуси За счет которых Он очень пустанул свой канал Также активно Надо было обозревать Протесты в Беларуси Вот где деньги были Рассказывал О титингах Благодаря которым В будущем Собирал деньги на стримах Удалось около 30 лямов собрать Чтобы вытаскивать Из казематов Горя борцунов Которые выходили на прогулки В поддержку Сисяна Но зная бэкграунд Каца Доверять ему В деле распределения денег Я бы не стал А вообще он делает Контент Который и так Все должны знать Эдакий начальный уровень Для зумерка либерала Для понимания Политической грамотности И юриспруденции Ведь весь его контент Заключается в монотонном Зачитывании текста Википедии Ой Чья бы корова Мычала Ауди Аж бы Молчала У меня нет Дых Навыков Она за камерой И картинками На фоне Россия не Китай Не Китай И да Самое главное забыл Кац это мой Прямой конкурент Чтец Это хорошо Паст Только пасты Предварительно Ему пишут райтеры За доллары И читает он Их суфлера Который Ну ничего Аудиорва еще вырастет Наймет себе еще райтеров Это ближе вопрос Роста аудитории За кадром До эпифакту Я считаю Что транслирует он Не свое мнение Видики выходят каждый день И для каждого редачи Десять страниц текста У него вряд ли есть время Ну здесь вопрос Что свое мнение Что не свое мнение Разумеется Им приходит какая-то Я думаю Общая повестка Которую они должны транслировать Я думаю Естественно Эти каналы Продюсируются Какими-то там Политическими Как бы сказать Короче Политтехнологами Которые понимают Где получить бабло Я думаю Там все В общем-то Как обычно Запретный негатив Либо кого-то Они там мочат За деньги В общем В интервью Кац говорит Что сам придумывал Концепцию роликов С суммарным охватом От 300 тысяч До миллиона Просмотров каждый А для сравнения Политического процесса С другими странами Типа Армения Югославия Южной Кореи Эстонии Проверять Сверять И все Просто больше бюджетов Хотя качество исполнения С каждым годом Повышалось Картинки Монтажик Все на месте А воспринимать Каца Как политика На мой взгляд Невозможно Это просто Говорящая голова Зачитывающая Пасты из интернетов Так любого Додика У которого Столько подписот И есть Хотя бы И который Будет делать Контент о политике Можно уже Крестить политиком И будущим Лидером России И мира в принципе Ну и вообще Проблема этих Контентмейкеров Типа Максимки В том что Ориентированы Они На обитателей Патриков Всяких Модных Зумерков На насеков И релакантов Обычному Электорату На всех этих Товарищей Засевших По Израилям И Германиям Глубоко Я думаю В основном Релаканты Его смотрят Блин Если ты как-то Не хочешь Переплачивать Что безгоем О чем узнал Чупа-чупс На собеседовании Да и клоунская Подача Далеко не всем Будет по душе Как эта компания Называлась Айти Одессионист Но несмотря на Любовь к чтению Паст Кац Отлично усвоил И заучил Статью на лурочке О правилах Демагога Что также является Неоспоримым Преимуществом В любых Дебатах Эти семья Демагога 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 Еще В апреле 2020 года Появилось Занимательное сообщение От некоего фрилансера Который поведал нам О методах работы Каца с его монтажерами Райтерами И так далее Так Прокомментируй Люблю Люблю Вот это вот Дерьмо И белье Которое вытаскивают Из всех этих людей То есть кому-то Не заплатили Наверное Достаточно известный Политический деятель Максим Кац Тут недавно Разместил Поиски Моушн-дизайнера Наверное Громковато Для отрисовок Всяких Инфографик Я откликнулся Договорились На 3000 за 10 минут Все это ерунды По привычке На первый рабочий ролик Кидаю 3000 за 10 минут Жесть Это что Как все Копейки Как все Рынок Роняют Марк Далее Паста Пишет Кац Вы что Серьезно Поставили Ватермарк На ролик Разумеется Первый раз С таким Сталкиваюсь Без обид Но После одного Развода Я их ставлю Всем заказчикам С которыми Работаю В первый раз Если все Пройдет нормально Следующие Будут без Ватермарок Интересно Сколько Заказчиков Вы таким Образом Потеряли Всегда И справки И версию Справками После оплаты Я присылаю Без Ватермарок Естественно Ногмальный Заказчик Никогда не Это нормально Подстраховаться В регионах 3000 рублей Тоже деньги В кризис Тем более Короче Работать я с вами Не буду Про этот ролик Посмотрим Что там Полина разберется Дальше с ней По оплате Всего доброго Конец цитаты Короче говоря Вот и вся Петрушка Кац Видимо Уже обрел Свою Чупа-чупс Как бы был В чем-то прав Причем Сам он отвечает Фрилансерам Пипец Я бы реально Ассистент Нанял бы Лично бы Не общался Причем Ситуация Ну Яйца выеденного Не стоит Но реально Сработает Здесь Потом будет Без ватермарков Можно объяснить Личную Прекрасную Россию Будущего И Не совсем Понимает Реалии ВСЖ И как здесь Могут наебывать Ну да ладно Далее Моя любимая Часть биографии Максим Да В России Это наебывают Часто Вот мой опыт Работает с фрилансом Говорит о том Что Во первых Обычно Чем больше Подопарает денег Тем меньше Шанс Что наебут То есть Редко наебывают В больших проектах Где суммы Достаточно большие И типа В целом Можно всем доверять Как бы Отличные просто Русофобские Замечания От Аудио РВ Видимо Кидало Не понимаете А именно Как кому Сделать Свою религию Из расследования Относительно Его Зоофильских Предпочтений Итак Мы знаем Что Максим Чуть было Не получил Три высших Образования Но бросал ли он По своей воле Университеты Или его Оттуда выгоняли По неким Обстоятельствам Июнь 14 года Уже несколько лет Как Максим Вернулся в Москву Покерский азарт Нашего подозреваемого На высоте Нас заинтересовал Посткаца В социальной сети Ищу дешевую Аренду фургонов Газелей В Москве За небольшую цену Обращаться ко мне По почте Вечером того же дня Пост был удален Казалось бы Ничего особенного Человеку для каких-то целей Понадобился фургон Теперь обратим внимание На группу Где публикуются Объявления о пропаже собак Москва Приют в печатнике 13 июня Пропала собака По кличке Джек Фото приложено ниже Просьба Мятежник Ну это же запустил Вроде бы Стаса Как просто Это же вообще Ни с чего Не взятый факт То есть По-моему Это так Стаса Как просто Ты бы сказал Что Ну я тогда тоже Буду распространять Какую-нибудь Вещь Которая не имеет Доказательств Например Потому что Кац ебет собак Или как бы Жизнь имитирует Искусство Пошедшим Написать На этом момент Это редкий момент Когда левые могут мемы Я окончательно Насторожился Мы отправились В этот приют Чтобы посмотреть Записи с камер Видеонаблюдения К счастью Оказалось Что они в приюте Хранят все записи Видео с 2010 года Камеры были Некачественные Оказалось Что они на тот момент Снимали фотографии Раз в минуту Но этого нам хватило Теперь Пророчество Да просто Типа Кац Это греческий герой Которого Которого Настиг Фатум Как бедного Эдипа Который Блин Типа Я не хочу Не хочу Ебать свою мать Я уеду в другой В другой регион От моей мати С этого региона Это ты прием уж В социальном сайте Который превращает Черно-белое фото В цветные И вот ключ к ответу Собака Если приглядеться Идентично той Что на фото Также присутствует Фургон красного цвета В котором сидят Два человека Один в черной одежде Другой в белой Фургон Марки Фиат Дуката Но этого недостаточно Это могло быть Простым совпадением Организаций Занимающихся Сдачей фургонов Оказалось немного Всего три Мы проверяли Эти организации Пытались найти Какие-либо записи С камер видеонаблюдения Спрашивали у хозяина Историю клиентов Но в этом нам Отказывали Здесь начинается Причина по которой Данное расследование Затянулось На целых Три года И в один прекрасный момент Нам удалось найти Одну интересную вещь В одной из бесед По интересам Нам переслали сообщение Четырнадцатого года С таким содержанием Моя новая работа Наконец Хоть на день России Что-то хорошее Конец цитаты На первый взгляд Ничего необычного Здание И прекрасный сквер Возле него Нас заинтересовали Два человека Идущих по тротуару На фото Человек в черной одежде И второй человек В белой одежде Ничего не напоминает А здание на фото Нас заинтересовало Не меньше Помните Мы писали Про три организации Аренды фургонов В Москве Так вот Одна из них на картах А теперь фото С того места И идентичность мест Заходим на сайт Этой организации И видим Что там арендуются Фургоны Преимущественно Либо белого Либо красного цвета А также видим Популярность Фиат Дуката Окунемся в мир техники Дуката с камер Видеонаблюдения Выпускается с 2002 года По наше время Новые Дуката Представлены Смотрите-ка Кто-то подготовил Расследование Почти как у певчих А возможно Это фонд борьбы С коррупцией Смочит дальше Через Аудио РВ Своих конкурентов Кстати на момент 19-го Выпускался С 2006 по 2014 год Далее произошел Рестайлинг Старого образца Я уверен Что это все Певчих оплатило Там в последнее время Такая как бы Мочила конкурентов Началась А по-моему Как раз Катца И еще Шульман Не высказались Как раз По поводу всего Этого там Избиения Волкова И прочего Сайт Аренды у нас нет Но мы Можем предположить Что в 2014 году В аренде Предлагался именно Старый Дуката Красного цвета Позже В том же твиттере Кац публикует Такой очень говорящий Подозрительный пост С явным подтекстом Моему удивлению Меньше чем за сутки Нашлось 6 человек Готовых дать 100 тысяч рублей Чтобы мы попробовали Есть основания Считать Что еще один найдется И мы попробуем Действовать надо быстро Поэтому прямо сейчас Начинаем набирать Сборщиков подписей Поэтому приглашаю Желающих Напомним Что 12 июня 2014 года Были небольшие Демонстрации Утром в Москве После них Состоялась встреча С Григорием Явлинским На которой Максим Кац Не присутствовал И вопрос А Кац Явлинскому Задал читатель Кац А не он сам А ведь встреча Для него была Действительно важна Давайте восстановим Хронологию Попробуем 11 июня 10.34 Кац публикует В твиттере Запрос об аренде Грузового фургона Вечером пост удаляется 12 июня После утренних Либеральных демонстраций На День России Человек в черном И человек в белом Появляются рядом С организацией По аренде Белых и красных фургонов Фиат Дуката Кац не является Навстречу главы партии Яблоко 13 июня 17.26 На камерах Видя наблюдение Возле приюта Бездомных собак Появляется красный Фиат Дуката Внутри сидят Человек в белом И человек в черном Отметили День России Там лает Белая рыжая собака 14 июня Кац публикует Пост под текстом В твиттере Чтобы мы Попробовали Приглашаю всех Желающих Действовать надо быстро 17 июня В группе пропавших Собак В сети Вконтакте Ру Публикуется пост О пропаже Белой рыжей собаки Пропала 13 июня Все это можно счесть За совпадения Но их здесь слишком много У нас есть основания Полагать Что Максим Кац Либерал Антикоммунист И урбанист Является зоофилом Который виновен В пропаже собаки Из приюта И изнасиловании Задумайтесь над тем Кого вы смотрите И почитаете На просторах интернета И помните Мы в ответе за тех Кого мы приручили Конец цитаты Ну а правда Это или нет Думайте сами Выводы как говорится Делайте сами Поддрочи И все Поспи Бухни Успокойся Покраснеет рожа Ну пройдет Ну а что мы имеем в итоге Максимка продолжает Продавать протест Несмышленым зумерам Некоторые из которых Уже сидят Из-за своей тупизны Призывов Максимки И его соротников Которые не сидят в России Но зато собирает потом Деньги на освобождение Из казематов Посетителей Сисингов Главное что все эти товарищи Ничего не создают Абсолютно Только пустая болтовня Развод лохов Годами одно и то же Без Путина Его друзей Эти люди Ничего не значат Уйдет Путина Ну как бы Они создают Вот этот вот протест И есть Запрос у молодого Населения На протест И они его покупают Этот протест Наслаждаются Тем как они Ненавидят что-то Это все такая Детская Детская вещь Когда вы Не любите Власть папы и мамы Хотите ее свергнуть Примерно это Мне кажется Имеет Такой же генезис Вот А тут вам Как раз Ваша точка зрения Кто-то качает Обосновывает И логически Как-то с вашего Типа с вашего Недалекого ума Логически Как-то про это Рассказывает И вы такие Ооо да Давайте все изменим И как бы Все сводится Вот как К простой песне Какого-нибудь Там Нойз МС Типа Почему Пенсии маленькие Почему Почему так случилось Что у нас пенсии маленькие И прочее И прочее И как бы Человек Который В глубинной Эти процессы Не задумывается Думает Что просто Можно взять И увеличить пенсии И Старики Резко Лучше Заживут Это же Не окажет Никакого влияния На инфляцию И Не так чтобы Внезапно Все цены Останутся такими же Они просто подрастут На это повышение Закончится звездный час Всех этих Бегунков Потому что им Нечего предложить Народу И создать что-то Они не могут Только болтология Рассказывает Я был Когда-то Ну Тогда еще не было Вот все это Настолько В медийке Не было все это Фонда борьбы с коррупцией Ну я думал плохо О Путине О государстве Объединенной России У меня был такой период жизни У каждого Наверное он был За прекрасной Россией В будущем Звучат так же Как обещания Хрущева На 22-м сезде КПСС Здравствуйте Фазер Поттер Да я слушаю Аудиокниги Зачастую это Более удобный формат Чем читать книги Особенно Когда ты Здесь какие-то Такие переходы Ну Ты пешком ходишь Тебе приходится Делать постоянно Вступление коммунизма В СССР К 80-му году Все это ради продажи Успешного образа Будущего Людям У которых В отличие от этих товарищей Нет возможности Уехать жировать В Европу Израиль Или хотя бы в Грузию И раскат Вандервар Здравствуйте Приветствую Возвать о будущем Оттуда Большинство находятся И так в сложных условиях Их же еще и подпитывают Какими-то ложными надеждами На то что А вот скоро изменится все Продавцы копинга Короче А борьбой с так называемой Коррупцией Сейчас все занимаются Они говорили Все политики И все Борются с ней В силу своих возможностей Короче говоря Сплошная хуета И вера в светлое будущее Но я считаю Ну я думаю Что в данный момент Вообще вся эта оппозиция Абсолютно себя Дискредитировала Всеми этими Историями Что они друг друга Заказывают И друг с другом Собачатся То есть вообще Вера что эти люди Смогут что-то сделать Они с собой договориться Не могут Их там не так много Вроде бы цель у них одна Они договориться Вместе не могут Как они вообще будут Управлять страной Или как они Ее могут адекватно Изменить Это будет просто Какой-то бесконечный Срач И очевидно Что они являются Просто подстилками Под американские деньги И за эти деньги Как бы Собачатся Их все интересует Сейчас только гранты Жить нужно уже сегодня И только так И строить будущее Уже сегодня И не рассчитывать Ни на какую же позицию Что она там вам Что-то построит По-новому Рассчитывать нужно Только на себя И свои силы И не думать О том Что вот приедет Очередной Ульяна В вагоне И все будет заебись Хуй там блять Сейчас очень жестокое время И выживает Действительно сильнейший Эти вот господа Жопозиционеры Тоже приспособились Убежали И строить себе Богатую жизнь Ну здесь также вопрос Что люди Которые остались В России Они более патриотично настроены И они не только Своим каким-то Какой-то Бытовой выгодой Нацелены Не только На свою какую-то Бытовую выгоду Нацелены Не только На как бы На какие-то блага Но как бы Они видимо Душой за Россию Поэтому разумеется И будут какие-то Пационеры Которым я буду доверять Или политические деятельные Те которые остались В России Они которые уехали Уже сегодня Пока остальные Ходили на сейсинги И садились в тюрячку Будущее зависит Только от ваших усилий В отношении Вашей жизни Учите иностранные языки Например английский Это мосхеф Для современного человека Хотя бы на базовом уровне Думайте о том Чего вы хотите От своей жизни И чего хотите добиться Уже сейчас Не рассчитывая на кого-то Там кто что-то вам Построит и даст Никто ничего Не даст Эти прохиндеи Ничем не лучше Нынешних царящих В России господ Некоторым видимо не хватает Времени погуглить Информацию про Сессиана Или про других Участников его Секты верунов В будущее Но между нами Говоря Есть инфа от знающего человека Что скоро будут Реальные изменения Скоро сформируют Торговый альянс Со Средним Востоком Нефть поднимут И будут держать Европа хуй еще сделает Сейчас главное Не бухтеть От людей требуется Сидеть тихо На выборах И до выборов После того Как все сделают Все будет заебок Всем устроят Довольствие Как в Эмиратах Каждый будет кататься В масле Главное сейчас Сидеть тихо И не суетиться Никаких сисингов Просто переждать И все будет заебись Там все уже схвачено Скоро-скоро Да-да Скоро-скоро В принципе Уровень жизни в России Поднимается Это в том числе Связано и с тем Что промышленность Растет Из-за Соответственно Специальной военной операции Из-за трат На оборонку Зарплаты растут Но есть проблема В дефиците кадров Это одна из самых Больших проблем В данный момент И дефицит кадров Еще разгоняет Больше зарплату С другой стороны И люди еще лучше живут Но это в том числе И разгоняет инфляцию И скорее всего Если Как говорят эксперты Как только Бюджетный импульс Связанный с оборонкой Закончится То есть Грубо говоря СВО закончится То инфляция Будет спадать С учетом высокой ставки И все чуть Чуть-чуть-чуть Образумится Но сейчас конечно Такая Тяжкая ситуация И тяжкий год вообще Вот этот В отличие от предыдущего Да Я все время Слышу Это слово Скоро 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 И тебя Вылечит Скоро 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 Компроматом Недруги Профессиональный провокатор Или авантюрист игрок Для которого Москва и Россия Всего лишь Большой игровой стол На котором Можно неплохо заработать И кто прав Явлинский Считающий Те места Которые ему Понравились Раскладывает Пледы И засыпает И никто Его Не трогает Одно слово Хуцпа Или в переводе На русский Наглость Второе счастье Конец цитаты А на этом Пока что все Свои замечания И дополнения Пишите в комменты И всего вам Что значит Которое нравится Типа ты можешь сесть На место Которое у тебя В билете Иначе тебя могут Выгнать В черные списки Добавить Доброго Вообще так делать Конечно Тебе дороже Смотрели Спасибо большое Косим Матса За 1450 рублей За видео Спасибо огромное Вот так вот Господа